Поколение победителей! Вглядитесь в эти лица! Они полны доброты и любви. Но сегодня в глазах ветеранов стоят слезы. Это слезы радости. Ведь тот день, 9 мая 1945 года, им не забыть никогда. Внимание! Торжественный митинг, посвященный 69-й годовщине со дня великой победы над немецко-фашистскими захватчиками, объявляется открытым. На территории городского поселка Боровуха 11 братских захоронений. 31 могила времен Великой Отечественной войны. Одна из них это вот эта братская могила, где захоронено 29 тысяч мирных жителей и военно-пленных, которые были замучены и расстреляны немецко-фашистскими захватчиками. Никто не забыт, ничто не забыто. Сегодня эти слова по-особому звучат. Ведь благодаря поисковой работе российских и белорусских товарищей, телекомпании «Звезда» города Москвы, были установлены имена 11 погибших и захороненных здесь военнослужащих, родственники которых приехали сегодня к нам. Это особое событие в год 70-летия освобождения Белоруссии. Дорогие наши ветераны, в этот праздничный день самые искренние слова признательности и благодарности и низкий поклон вам, от нас, от более молодых поколений, за то, что вы сделали для нас. За то, что вы своим примером даете нам силу и веру в будущее. Вы должны верить в то, что мы сделаем все для того, чтобы сохранить мирное небо над нашей страной. Мы признательны вам. Дорогие друзья, в этот праздничный день я поздравляю всех. Я желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов. Но, несомненно, только мирного неба над нашей страной, чтобы никогда мы не допустили тех лихолетий, которые пережила наша страна много лет назад. С праздником, дорогие друзья! С Днем Победы! По достоверным, объективным, проверенным данным, Союз Советских Социалистических Республик потерял в Великой Отечественной войне 26 миллионов 600 тысяч жизней, из них около 9 миллионов военнослужащих. Я хочу выразить искреннюю благодарность руководству Новополоцка. Всем коллегам из России, всем тем, кто сегодня в ущерб, может, своему собственному благополучию, потратил время на то, чтобы еще несколько имен безымянных были восстановлены. И сегодня мы являемся свидетелями этого исторического события. Наш долг – восстановить имя и увековечить каждого погибшего в той войне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok